Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Лоскович, я являюсь руководителем компании Гарант Ремонт и сегодня мы разберем тему подоконников. Подоконники бывают разных типов, самые простые это пластиковые подоконники от застройщика, также изготавливают подоконники из дерева натурального. Можно сделать подоконники из мозаики, также они бывают из натурального и искусственного камня. В нашем же случае мы будем устанавливать подоконники из искусственного камня. Что же такое искусственный камень, вы узнаете из ссылочки, которые я разместил под видео. Демонтируем подоконник от застройщика и проверяем полость между оконной рамой и подоконником на наличии пустот. Я рекомендую демонтировать пену от застройщика, так как они это делают плохо и уложить качественный пенный шов самому. Обеспыливаем нашу поверхность, хорошо ее грунтуем и устанавливаем по уровню маяки. В нашем случае маяками послужили полоски из гипсокартона, так как они оказались у нас под рукой. С помощью провила делаем стяжку подоконника по маякам и оставляем высыхать. Замешиваем клей, в нашем случае это был эластичный клиточный клей повышенной фиксации. Хоть подоконники у нас и белого цвета, не было необходимости брать клей белого цвета, так как это у нас искусственный камень, который не пропускает, не имеет пропускной способности, в отличие от камня натурального. Хорошо промазываем основание клеточным клеем. Далее берем гребенку, в нашем случае это восьмой номер и равномерно распределяем клей по поверхности. Подоконник очень легко режется без пола обычным диском по плитке. Укладываем подоконник, комфортнее делать это конечно же в паре, но даже если человек один, подоконник у нас не очень тяжелый, а вдобавок к этому очень прочный, даже если взять его по центру на излом. Так что один человек с легкостью может уложить подоконник. Монтаж подоконника осуществляем под оконную раму, соответственно подоконник задвигаем на нужную нам глубину. Также мы сделали зазоры слева и справа по откосам для того, чтобы можно было отрегулировать подоконник по центру. Далее поклеиваем малярную ленту на подоконнике около откосов и заделываем все отверстия, которые у нас образовались на откосах и под подоконниками. Далее упаковываем наши подоконники плотным картоном, либо же клеенкой и осуществляем дальнейшую отделку помещений. В самом конце, когда отделка помещений уже сделана, мы проходим стык между оконной рамой и подоконником с санитарным герметиком. Выбираем герметик с помощью эластичного маленького шпателя, тем самым формируем тоненький силиконовый шов. Я надеюсь видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки, оставляйте комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok